— Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях Владимир Данкин. Владимир, приветствую! — Добрый вечер, друзья! — Жизненный путь Владимира невозможно описать ни в двух, ни в трех словах. Это человек, который сегодня создает то, что называется кафедрой корпоративной антропологии в Академии социальных технологий. Это человек, долгое время сотрудничающий и взаимодействующий с замечательной компанией «Тринбутик», работавший с огромным количеством коммерческих и некоммерческих организаций. Но, знаете, вот мне хочется сказать, представить Владимира из вот такой личной перспективы. Это один из людей, перед которыми я испытываю некий трепет, трепет, потому что я знаю, какого качества, какого рода, какой глубины вопросы и мнения, суждения могут возникнуть в сегодняшней встрече с таким замечательным названием. Мы сегодня говорим об эволюционной тяге. И я сейчас еще скажу, что мы подразумеваем под этой темой. Встреча наша проходит буквально перед началом работы большого такого марафона, проекта, курса, и такой истории, которая может стать жизненным поворотом для ее участников, как она стала жизненным поворотом два года назад. Мы никогда не говорили, что это трансформационный курс. Это не в моей риторике говорить такие вещи, тем более как-то обещать людям какую-то жизненную трансформацию. Но при этом это, знаете, это происходит, и мы тоже не можем это игнорировать. Отчасти потому, что на курсе мы рассказываем, создаем среду, в которой мы много рассуждаем о том, что такое трансформация, как они происходят, как меняются мировоззрения у людей, что случается с людьми, с организациями, с городами, странами на их жизненном пути. Вот. И это... Сама по себе такая пролонгированная, такое погружение в трансформацию создает условия, при которых люди по-настоящему начинают понимать, что именно можно им сделать для того, чтобы выйти на новый уровень своей подлинности. И Владимир является одним из преподавателей нашего вот курса, который... Спиральная динамика 2, спиральная динамика для... Такой... Сильно продолжающий. То есть для людей, которые действительно хотят примерить на себя некое такое личностное своеобразие, которому мы пока еще не придумали окончательного названия. Иногда мы называем его эволюционером. И Владимир Данкин, кстати, вот настоящий эволюционер. Вот мы сегодня поймем вместе с вами, почему. Это личностное своеобразие эволюционера. Мы иногда говорим, как о форме некого естественно присущего человеку мастерства. Потому что все, что мы в жизни делаем, мы в той или иной степени примеряем на себя новые способы себя быть собой. И это происходит с нами не всегда по нашему желанию. Просто вот как-то жизнь так устроена. И тут я плавно подхожу к теме нашей сегодняшней встречи. Жизнь как-то так устроена, что она словно бы ей не очень нравится надолго оставлять нас в таком благостном прозябании. То есть так или иначе, когда что-то нам удается достичь, перед нами открываются новые горизонты. И этим новым горизонтом, казалось бы, нет конца и края. Вот. Я хочу, Владимир, напомнить тебе наш разговор в такси. Едем мы как-то в такси, и Владимир говорит, я давно хочу с тобой, Анатолий, поговорить. Поскольку мы давно знакомы, мы обсуждали многократную спиральную динамику. И Владимир, поворачиваясь от таксиста, я сижу на заднем сиденье, он поворачивает, говорит, знаешь, я очень хочу почувствовать, понять. Вот именно понять, почувствовать, что заставляет, что движет, то, что побуждает, то рождает в людях и вообще в мире стремление к чему-то новому, стремление к тому, чтобы стать кем-то еще, чтобы сделать что-то, чего я раньше не делал. Откуда и как в мире берется вот эта история с эволюцией. Во мне тоже включился мальчик Толя из начальной школы, когда я был отличником. Мне захотелось ответить, можно я, можно я скажу, можно. Но я очень быстро понял, что ответа-то у меня короткого нет. Но мне очень хочется, чтобы вот Владимир сейчас, вот опять же, прошло какое-то время, и может быть та постановка вопроса, которая звучит во мне, и которой мы хотим пригласить вас, что такое эволюционная тяга. Может быть, Владимиру захочется ее как-то иначе по-новому сформулировать. То есть поставь, пожалуйста, Владимир, тему для нашей беседы сегодняшней. Что тебя в этом как заботит? Толя, дорогой, спасибо большое. Главное, чтобы во мне сейчас не проснулся какой-нибудь школьный учитель, который будет сейчас среди нас всех искать школьников. Потому что здесь скорее, я очень надеюсь, что у нас сегодняшний вот этот час, уже чуть меньше, он пройдет через разговор о том, о том, что у нас нет каких-то фиксированных таких раз и навсегда заданных позиций, и блуждание, гуляние между ними иногда может приводить к великолепным путешествиям. И вот вопрос, а хочется ли в очередной раз выйти за дверь, и надо ли пойти куда-нибудь, повернуть на очередной поворот за тропинью. Попробую сейчас немножко уточнить про себя, еще раз скажу, что Толя так красиво и глубоко меня описал. В реальности я человек-практик. Я много работал сначала с тем, что людям ценно и полезно снаружи, то есть я много работал в маркетинге, а последние лет 12 консультирую, тренирую людей о том, что у них хорошего снаружи и внутри организации, корпорации, каких-то других контуров. Кстати, может быть, как отдельную тему можно подвесить, что сейчас опять эти снаружи и внутри начинают пересекаться, и уже все больше люди понимают, что нет никакого особого периметра, что внутри организации, это может быть и снаружи организация, снаружи это может быть то, что нас подводит. Может быть, это нам тоже сегодня поможет. О чем я хотел все время спросить Анатолия, я наконец поймал его в такси. Вы уже поняли, что никто из нас не таксист, таксисты говорят, а мы друг друга переразговаривали. И мне очень-очень ценно, очень полезно, в том числе и жизненно, и профессионально, тот взгляд на концепт спиральной динамики, который Анатолий Баляев развивает, пропагандирует вместе с командой, продвигает в нашей стране. Это взгляд на то, что, ребята, ну не надо ни на ком ставить ярлык, что ты там зеленый или почти чай не фиолетовый. Во мне вот, например, много фиолетового, но я считаю, что и не фиолетовый, и не зеленый. Я просто интересно ходить между этими цветами и смотреть, что получается. Вопрос, умею я ли это делать, на что, на сколько это возможно. В первом нашем курсе, где я тоже вел практику, мы работаем с какими-то практическими кейсами, мы говорили о том, что есть близко расположенные цвета, и как работать в случае, если организация хочет из одного, один цвет и другой цвет друг с другом проработать. SD2, конечно, намного более глубокий и сильный курс, исходя из того, как он сейчас складывается. И, конечно, каждый из вас, кто захочет в него включиться, отправится в сильнейшее путешествие. Игорь, мы обязательно поддержим этот вопрос и в конце его зададим, потому что, на самом деле, в него все упирается. Игорь задал вопрос, кто таксист в этой метафоре. В этом, конечно, не самое ли это главное. Таксует он для души, а так-то он, конечно, предприниматель, философ. И, друзья, мы с вами понимаем, что, по большому счету, те, кому интересен концепция курса «Спиральный веномик 2», по большому счету, мы должны удерживать взгляд на разные цвета, на разные уровни, на разные степень индивидуальности или совместности. И когда возникают реальные, конкретные, практические задачки, во-первых, мы сталкиваемся с тем, что очень трудно их, скажем так, может быть, наоборот, слишком просто, но малопродуктивно анализировать ровно один цвет. И, во-вторых, а как посмотреть на эти цвета, пробежаться по ним вниз, вверх, если говорить про уровни, или просто по разным цветам пройтись. Вот здесь и возникает для меня вопрос того, который я назвал тягой, и Анатолий очень красиво дополнил, что эта тяга эволюционная, то есть то, что заставляет нашу эволюционную модель сходиться. Вот давайте я попробую так вопрос сформулировать. Если я такой хороший, на каком-то из владею каким-то количеством цветов, каким-то количеством струн, умею на них играть, то это хорошо мне, это адекватно мне, мне здесь комфортно. Зачем я должен вдруг ломануться и искать какие-то другие цвета и струны? Из того, что мне потом будет как-то еще более комфортно, мне не надо, и, кстати говоря, большой вопрос, будет ли это так. И часто поначалу это и не будет, действительно. Да, да, а может быть и потом, то есть вообще слово комфортное такое, да, ну, так сказать, нас, оно может обманывать иногда. И вторая, то есть что на меня заставляет двигаться, меня как человека, меня как профессионала, меня как организацию заставляет двигаться и смотреть, прощупывать, тестировать вот эти, ну, другие уровни, другие цвета. Какая тяга меня туда ведет. И второй момент, это... То есть второй момент, наверное, чуть более сложный получится, но, будучи прагматиком, я как раз заходил на эти, на основной базовый вопрос через вот тот более сложный, более конкретный, что ли. Ни один и ни два раза мы в практике сталкивались с ситуацией, когда организация, которая выглядит и типичным образом ведет себя условно фиолетово, вдруг начинает демонстрировать чудесные образцы зеленого взаимодействия и сотрудничества. Вот прям вдруг что-то ее пронило, она туда прыгнула, и в зеленом она, и там еще, может быть, при этом какие-то элементы оранжевого вдруг, успехи возникли из-за того, что они в это зеленое пошли. А потом что-то опять все фиолетовое, фиолетовое. А где же мы же еще вчера могли нормально разговаривать, договаривать? Оказывается, что... То есть на фиолетовом-то я прочно стою, но я в какой-то момент могу совершить прыжок на зеленый. Но потом опять скатиться или нет. Вот что заставляет выходить вот в эти скачки и сразу видеть все. Ну и честно скажу, сразу уже положу это в наш сегодняшний разговор, может быть, это будет слишком остро, да и беремся мы туда или нет. Мы живем в таких краях нашего необъятного континента, где тип полежать на печи, он очень такой популярный. Ну и я думаю, что каждый из нас, когда ты испытывал вот это вот состояние, лежать на печи, вот на самом деле где жизнь. И вот это лежание на печи, оно... Ну как это? Оно может быть очень плодотворным, потому что в какой-то момент то ли калики-перехожие дойдут и скажут тебе 30 ведер, то ли тебе просто нужно пойти рыбу, щуку поймать в прорубь, то ли за хворостом почему-то на пушу холодно становится, но что-то тебя заставляет выскочить, и вот выскакивая, ты вдруг умудряешься спасать других людей, быть уникально благородным, совершать подвиги, а потом обряд-то ползать на печь. Вот это чуть более такой глобальный кейс, чем организационный, и все это про вопрос, а что вот этот вот проброс-то заставляет сделать? Спасибо большое, Владимир, за вызов. Ну то есть вот и я прошу, друзья, о помощи, потому что я млею перед такими вызовами, и мне было бы очень важно и ценно ваше участие в этом. И может быть у вас, у нас в нашем между нами сегодня, в том, что сейчас возникает в смысловых пространствах между нами, может быть возникнет что-то, что может стать простым ответом на этот вопрос. Но мне кажется, что тут стоит зайти с такой адекватной современности и адекватной тех совершенно непростых ситуаций, в которых мы оказались, зайти к этой теме с должной степенью психологичности и метафоричности, и глубины. Мне кажется, у этого есть и философский ответ, вот у этой темы, и бытовой. И мне бы очень хотелось найти их оба. Если начинать с бытовых попыток ответить на этот вопрос, то я знаю, у каждого есть вот этот опыт лежания на печи. Ну, то есть в какой-то степени когда-то мы себе позволяем или от большой усталости болезнь нас приковывает, и говорят, все, уже хватит, лежи, отдыхай. И какое-то время мы действительно находимся в лежачем состоянии, смотрим непомерное количество сериалов или пролистываем каких-то социальных сетей, или читаем книги и так далее. Но потом что-то нас поднимает с этой печи. И действительно, это либо какая-то внешняя задача, либо внутренняя идея, либо что-то такое происходит, что не позволяет нам вечно лежать на печи. Это у Виктора Пелевина где-то в одной из книг была вот такая тема, мне кажется, что каждый предприниматель мечтает, что вот я заработаю там энную сумму денег, уеду в условно какой-то там городок, куплю там себе то, что мне нужно, и буду жить тихой жизнью все оставшееся время. И уезжает, и покупает, и какое-то время живет, но потом начинаются там пчелы, иконы, какая-то еще радость. То есть что-то начинает происходить и вовлекает с какой-то такой стороны, с которой раньше не было. И простым ответом на этот вопрос, вот мне кажется, самым простым было бы слово «скука». И скука не в том смысле каком-то таком скучающем меланхолии, но скука даже может быть в каком-то мистическом смысле, потому что есть несколько таких высказываний весьма глубоких мистиков, людей с очень тонким доступом к таким очень, не побоюсь этого слова, глубоким религиозным, божественным вещам, которые говорят, что и Вселенную Бог создал со скуки, потому что было скучно огромное количество времени просто быть. И захотелось еще и не быть так, чтобы отразиться во всех этих зеркалах и отражениях. Спиральная динамика для меня о том, как удивительно можно обнаружить в своей локальной жизни эхо огромных эпических событий, цивилизационных, вселенских, каких угодно. И мне кажется, что это слово, творческий импульс, который поднимает нас с печи, имеет отношение к тому творческому импульсу, который здесь создало все. Что мы как бы по своему образу и подобию не только потому, и может быть даже совсем не потому, что у нас две руки, две ноги и так далее, а что у нас в человеке есть некая вот эта самая эволюционная тяга, которая и присуща, возможно, творцу, который всю эту историю и закрутил. И это тогда был бы философским ответом на этот вопрос, именно таким глубоким и основателем. У меня есть еще некая развернутая тема по этому вопросу, но мне реально очень хочется, чтобы у нас возникла какая-то взаимная среда. Я по меньшей мере сейчас у Владимира спрошу, что ты думаешь по поводу того, что это… Мне не очень нравится слово «скука», потому что оно такое мещанское, оно такое какое-то меланхолично-депрессивное. Но мне кажется, что это какая-то пустота, которая вдруг рождает из ничего что-то. И это какая-то такая почва, знаете, как скука, это такая, ну, как земля. И из нее вдруг начинает что-то расти. А вот то, что оно растет, вот я бы вот эту сущность еще отдельно рассмотрел. И это больше похоже на то, что мы можем называть любовью и творчеством. И тогда есть вот эти две вещи, то есть энтропия и эволюция. То есть энтропия – это как то, что нас прибивает к печи и говорят, сначала полежи, а потом что-то создай, потому что это тоже бывает важно и полезно. А эволюция – это то, что нас с этой печи поднимает. Мы сейчас еще не касались коммерческих вопросов, потому что в твоем вопросе есть очень такая прагматичная и очень полезная тема, которую мы сейчас тоже обсудим. связанная с многомерностью человеческих систем коммерческих и некоммерческих, что там разные формы человечности присутствуют, разные струны на них играют. И действительно люди иногда шокируют совершенно потрясающими трансформациями и дают сюрпризы. И любая попытка как раз окрасить и сказать, вот смотри, какая фиолетовая компания, а вдруг она раз, и, глядишь, уже зеленая. И эти сюрпризы нам преподносят и люди, и организации, и поэтому мы стремимся не придавать железобетонных свойств нашим моделям, то есть сохранить для них какую-то метафорическую гибкость. Мы еще об этом поговорим. Но как тебе вот эта пара? Скука как земля, как почва, и любовь как... Что-то поднимающее, что-то поднимающее. Но мне кажется, действительно, картинка сложится, если мы сможем смотреть на них одновременно, потому что при попытке посмотреть порознь, она складывается немножко по-другому для меня. Ну, потому что, например, со скуки есть вероятность, что человек подгует золотой блоху со скуки, но с большей вероятностью он со шкипером вместе сопьется и умрет в обуховской больнице. Это и то, и другое с левшой произошло. Просто в какой-то момент он сделал блоху, а на обратном пути из Англии уже было так скучно, что мы дальше подали по тексту. И где вот этот вот момент, который позволяет из скуки начинать выбираться? Для меня скука – это в значительной степени... Ну, это, конечно, про демонформацию. Последние лет пять я в 80% случаев слово скука использовал в соотношении с моделью Чик Сент-Михай и потока. Когда есть поток, а есть скука и перегрузка. Вот, вокруг поток. И Чик Сент-Михай, конечно, потратил намного больше времени, мне кажется, по сравнению с тем, сколько он поток открывал. Я думаю, чтобы объяснить, а что человек на самом деле в общем тянет в этот поток. И, по большому счету, в основном, в моей картине мира, решил, что самое главное – это то, что вопросы есть. А ответ на него нужно искать, еще и искать. Но вот тема того, что эта любовь вытягивает нас из скуки в сторону какого-то вызова, в сторону вызова, который будет для нас сбалансирован с тем, что мы сможем на самом деле сделать. И вдруг выяснится, что можем очень многое. Наверное, это хороший ответ. Другое дело, что любовь – это, конечно, опасно. Любовь – это риск. Любовь – это неправильное слово «жертва». в данном случае, хотя, так сказать, это вопрос, в каком дискурсе мы находимся. В психологическом неправильном. Но любовь – это готовность от чего-то отказываться ради чего-то. И в этом случае у нас, конечно, появляется даже не просто эволюционная тяга. Ну, те, кто влюблялся, знают, что это даже… Это намного более сильная тяга, чем эволюционная. В Москве слезам не верят. Гоша, что вы за мной ходите? Он тянет. Вот такая тяга, которая там явно не просто эволюция. И я бы поддержал тему любви. Не уверен я в скуке, потому что мы иногда… Мне кажется, скука, зачастую мы за нее выдаем то, что не является скукой. Мне вот в обсуждении вот этой тематики, что заставляет или не заставляет человека куда-то двигаться, важен, собственно, воспоминание об инсайте, который возник, когда впервые познакомился с работами Чиянова, который, собственно говоря, смотрел и исследовал христианство Российской империи. И выяснял, что крестьяны Российской империи, а это, как мы понимаем, более 95% населения, это люди, которые, если у них появляется избыток, он анализировал экономическую составляющую. Если у них появляется избыток, они его не реинвестируют, они не вкладывают его в будущее. Потому что избыток, ну, значит, Бог дал избыток, слава Богу. Вот. Если уж совсем точным, к слову о любви, там, жертве и так далее, выводы нашего великого такого протосоциолога состояли еще и в том, что, ну, хозяйственника, он назывался хозяйственником великим, состояли в том, что русский, ну, российский христианин, да, будет что-то вкладывать в развитие тогда и только тогда, когда он просто увеличится количество голодных ртов или уменьшится количество кормильцев. Ну, то есть, если заберут в рекруты, там, или просто дорожные рекруты были, да, в армию заберут, скажем, среднего сына, ну, тогда нужно будет вторую корову купить, когда больше, более интенсивно придется с ними работать, с коровами. А если, не забрали, ну, так и нормально. А если, второй вариант, это, если он написывает, если у соседа сгорела хата, взрослые сгорели, взяли детишек к себе, ну, потому что по-соседски будем теперь их помогать воспитывать, ну, тоже вторая корова нужна. Никаких остальных всегда вас не нужен. И тогда он, конечно, спрашивает, а что вы делаете остальное время? У вас избыток, почему вы корову вторую не покупаете? Он говорит, смотрит на него, зачем? Зачем? Можно пойти на речку, посмотреть, ну, это прямо реально в исследовании по нему было, посмотреть, какая она красивая. На том берегу, может быть, девки песни будут петь. Вот скука это или не скука? Любовь это или просто какое-то органичное, гармоничное существование, которым, наверное, Чехсов Михайя мог бы вполне отнести к потоку, но которое не позволяет ему куда-то рвануться, этому человеку. А может, ему не очень нужно. В этих словах прорисовывается, мне кажется, еще один полюс, который можно совершенно без вреда для общей картинки разместить рядом с первыми двумя. Если у нас возникает такой, может быть, такой треугольник, может быть, мы сейчас еще какие-то полюсы нащупываем. Это скука, любовь и смерть. То есть, если угроза смерти или разрушения или чего-то опасности возникает, тогда возникает стремление двигаться к чему-то такому, чего я бы и не двинулся бы, если бы не было этой угрозы. Соответственно, такая триада получается с еще одним составляющим. И мне еще, когда ты говорил, вспомнилось, когда мы были в Афинах, я вышел на берег моря. То есть, я находился в Афинах, у меня было ощущение того самого отличника, маленького меня, который с упоением читал книги о Древней Греции и очень расстраивался тому, что в итоге Древняя Греция, настоящая Греция, совсем не та, которая была древняя. И когда я туда приехал, я вот сейчас хожу по той земле, по которой вот эти древние греки ходили. Когда я вышел к морю, там за водой, за горизонтом, в дымке несколько островов. И мне показалось, что я понял, почему эти люди, которые здесь жили, одна из причин, почему они создали великую цивилизацию, потому что у них было стремление заглянуть, а что там? Вот мы тут живем, а там острова, и может быть, там какие-то люди с собачьими головами живут, может быть, там еще что-то, и у меня рисуют воображение, я не могу туда переплыть, и мне нужно создать корабль, и у меня возникает тяга к тому, чтобы увидеть, что там за горизонтом. А особенно, если еще здесь мне плохо, например, если тема смерти тут явно присутствует, то я хочу сбежать туда, я начинаю верить во что-то, что там меня ждет какая-то совершенно другая земля, другое будущее, другое все. И я создаю корабль и плыву. То есть возникает как раз эволюционная тяга, которая очень основана буквально на том, что я вижу, слышу и чувствую, на том месте, где. Когда мы были проездом, решили заехать в деревню, где родился Есенин. Там музеи и все. И мы решили прогуляться и вышли там за улицу, то есть за дома. Там такая, такой пригоров, резкий спуск вниз, и огромное поле, лес, река, и она до горизонта и так далеко. И я смотрю на нее, я нижегородец, и вот когда мы выходим на откос, да, и там вот две реки сливаются, и огромная даль, и это как-то создает во мне эту вот меня, меня волжанина. Когда мы потом переезжали с места на место, нам было вот так вот жалко и вообще скучно без воды, потому что, ну как это, жить в городе и воды нет. А у Есенина поле, и это его сформировало. А у древних греков какая-то цель, и им к ним хочется туда дойти. Поэтому мне кажется, вот любовь – это еще не просто что-то, что я люблю в себе, в людях. Это именно тот творчество, это что-то новое, что я хочу здесь привнести. Это то, что рождается в результате моей любви к какой-то такой жизни, которую я еще не имел. И, соответственно, тема с организационными трансформациями, когда вот у руководителя возникает идея, то есть он с ней спал, мучился, он ходил, читал книги, ходил на семинары, ему не нравится, как все здесь происходит, вроде и деньги зарабатываются, вроде что-то устоялось, но ему хочется это сломать для того, чтобы посмотреть, что получится, если я добавлю тут, не знаю, немножечко аджайла, немножечко бирюзы, немножечко KPI, немножечко порядку я добавлю сюда. И он встречает массу трудностей, он встречает проблемы, но у него вот эта тяга увидеть что-то, чего я раньше никогда не видел, и он, собственно, и продолжает в нем жить. Понимаешь? А в контексте того, что организации удивляют любых сторонников любых моделей, что любая модель, какая бы она красивая ни была, никогда не будет богаче реальности, которую она пытается описать, но это обычное дело, но при этом мы иногда говорим, что чем спиральная динамика, что нужно учитывать в работе с организациями, в том, что организации прямо не так джедественны людям. То есть в каком-то смысле мы не обязаны в контексте организации ожидать, что вот она с фиолетового сначала на красный пойдет, потом она пойдет, потом уже на синий и так далее. Мы можем создавать условия, при которых бы компания, обновившись с людьми, то есть не всегда с теми же самыми людьми, но может вдруг реализовать себя совершенно по-новому. И тем не менее всегда возникают трудности, всегда возникает какая-то непростота, что-то кому-то это все очень не нравится, возникает напряженность, и мне очень хочется ее избыть, эту напряженность, или я теряюсь под ней, я падаю, у меня получается скука какая-то, которая апатии прибивает мне. Потом у меня приходит гениальная идея, я возвращаюсь, пытаюсь с ней что-то сделать. Я вот когда готовился к нашему разговору, то есть я всегда разрешаю ему идти по своему собственному руслу, но у меня еще была такая тема привнести в ответ на этот вопрос идею так называемого «Великого гнезда бытия». То есть есть интереснейшая тема. Уилпер суммирует опыт с древнейших самых разных традиций, и они рисуют, как правило, в самых разных традициях. Можно найти примерно одну и ту же картинку, где в центре есть материя, потом есть тело живое, жизнь, потом есть разум, потом есть душа и дух. И у каждой из этих тем есть своя эволюция. 14 миллиардов лет эволюции материи, то есть самые первые сотни тысяч лет Вселенной была довольно однородна, то есть там кроме водорода ничего не было, родились первые звезды, в первых звездах, как в кузнице, возникли там первые атомы углерода, кислорода, железа, образуя потом новые звезды из взрыва сверхновых, они создали в итоге всю эту таблицу Менделеева, и словно по Вселенной стремиться найти такое многообразие, то есть увидеть себя еще и так в материальной форме, которой я еще не была раньше. Похожая история происходит с эволюцией жизни, потому что мы 4 миллиарда лет биологической эволюции сделали нас теми, кто мы есть. Похожая история происходит с эволюцией культур, и спиральная динамика пытается это описать. И все это словно бы нарисовано на листе бумаги в виде вот этих вот концентрических окружностей, и все это сделано из той самой любви, которая буквально является драйвером, источником любого изменения, и смерти, и рождения. Меня очень вдохновляет именно такая картина. Смотри, у тебя сразу несколько картин, даже несколько карт выложил на стол, с козырей пошел, как сказали бы некоторые коллеги. Здесь есть разные у нас козыри. Очень классно это практически открыл и закрыл тему, связанную с тем, что само пространство, что, может быть, несколько более широко понимаемое, чем просто вот там X, Y и Z с абординатой, да, и что оно может вытягивать или втягивать или давать ощущение того, что у нас есть этот тяга. То, о чем Полина пишет, что есть возможность созерцать и понимание, что ты точно меньше, чем что-то, а что-то есть большее, и ты можешь в нем располагаться. Мы можем прям, знаешь, как-то в какой-то момент курса поспрашивать людей, где они эти ощущения использовали, потому что у нас есть вертолетная площадка над Самарой, когда ты выходишь и понимаешь, что вот это никогда где жизнь не забудешь. И есть холм над Катунью, на котором сидит Шукшин, где все сразу видно, все его повести одним движением глазом. И мы разные места эти можем увидеть, и понятно, что пространство, конечно, срабатывает. Я бы здесь сказал чуть больше. Ты здесь вот с точки зрения организации приближаешь вот это вот понимание, от которого почему-то долго прятались. Вот сейчас вот уже на третьем десятилетии 21 века в рабоческо-корпоративной культуре сюда возвращаются, что организация, ее культура никогда не есть культура только ее внутренняя. То есть культура, она всегда внешняя, но через организацию уникальным образом, каким-то образом разворачивающаяся. И пространство, да, вот это вот вытягивающее нас, это, конечно, ответ очень крутой. Даже просто жизнь человечества. То есть мы возрослеем, у нас организм меняется. То есть сам факт того, что у нас накапливаются года, сам факт того, что у нас возникают проблемы со здоровьем даже. То есть мы вдруг понимаем, что впереди, может быть, уже не столько, сколько позади. И вот такие вещи, рождение детей, самые естественные процессы, которые с людьми происходят, создают среду, при которой я вдруг осмысляю тебя заново. И я хочу, соответственно, другой бизнес, я хочу другое творчество, я хочу другую жизнь, другую машину. Я хочу съездить на тот холм, про который ты только что сказал, вот самим фактом своего описания, мне очень хочется там оказаться. Да. Конечно, вот это само взросление нас тоже туда приводит. Но для меня как раз был очень интересный этот момент, что я свое взросление не воспринимаю как какой-то последовательность движения. Для меня это все-таки последовательность инсайтов, которые неравномерно возникали. Я довольно банальный человек, для меня влюбленность в мою сегодняшнюю жену, с единственным вечерним братом. Вот она, собственно говоря, была тем самым сильнейшим инсайтом, который прорвал все. Но были и другие, которые позволили мне тренироваться, возможно, для того, чтобы оказаться к этому готовым. Поэтому, конечно, любовь у нас всегда может помочь и нас спасти. И любовь внутри организации, опять же, внутри организации, они не то, что нельзя забывать, она просто присутствует постоянно. Присутствует в любви к клиентам, любви к людям, в среде которых ты живешь, коллегам, к молодым ребятам, которые только пришли на работу, и к ветеранам, которые ворчат где-то чем-то в углу, и сделали вот это все грандиозное, потому что ты вошел и начинаешь работать. Вся эта любовь разлита, и она тоже нам позволяет куда-то двигаться. Для меня, знаешь, больше всего, для сегодняшнего разговора кажется важным, интересным именно вот этот момент, когда ты говоришь, я не просто вышел на склон, ну, на утес, я просто вышел на утес, а я вышел на утес и ах! Вот это состояние ах, когда происходит рывок, ты как будто бы еще только что, только что тебе вполне хватало своих фиолетовых посиделок с друзьями и песен на завалинке, и, так сказать, водочку под хорошую закусочку, прекрасная фиолетовая практика, не будем об этом спорить. И вдруг раз, и ты вдруг увидел, что на самом деле эти же самые друзья достойны того, чтобы ты взял и, не знаю, там, поэму про них сочинял, или им рассказал про Шукшина, и им захотелось туда поехать. То есть вот этот вот рывок, вот тут где, и наши с тобой разговоры не закончились разговоры в такси, они продолжались и дальше. Да. Вот эта тема гнезда, его глубины, его проработки, вот насколько ты смог глубоко его прочувствовать, глубоко в нем обнаружить себя. Возможно, что это и есть тот самый рычаг-не-рычаг, дополнительная ось, которая позволяет тебе куда-то твую траекторию настроить и сразу увидеть все в цветах и собирать мелодию на всех струнах. Другое дело, насколько прочнее и устойчиво это ощущение гнезда. То есть в какой-то момент ты, ну, достаточно хорошо коллеги наши описывают культуру подвига, опираясь на красный, но вот реально, что когда люди, находясь в крак, как мы, господствующим красным организационным, выходят перед вооруженными бандитами и говорят, хочешь домного остановить? Через меня переживай. И говорят так, что те разворачиваются и уходят. Это может быть и красный, конечно, но они переживают за домный в этот момент, за работу всех своих коллег и всех своих предков и за будущий металл, который будет. То есть они на самом деле в этот момент очень быстро совершают проход, опираясь на красный. И опять туда же, в этот красный, откладываясь обратно. Вот возможно, что это какая-то глубинная духовная глубина, глубина вот этой вот истории, она позволяет нам прыгнуть дальше или ближе, увидеть сразу, знаешь, как вот на струнах, это растяжка пальцев. То есть вот ты можешь играть вот здесь вот, или когда тренировался, он барре зажал полностью, и реально у тебя забыл весь окон сделать. Но одно дело, натренировал ты это так, натренировал ты барре, или ты все-таки вынужден каждый раз как бы случайно в нем оказываться, как бы вот пока не прижали. Тема смерти здесь, конечно, очень сильная, если к ней относиться по-честному и говорить не в том, даже не про то, что если мы останемся на этом острове, то у нас последний смерть, там придут персы, дикари, комары, малярины, надо переплыть. Ситуация в чем-то хуже, но в чем-то сложнее, в чем-то интереснее. Это вопрос о том, что для того, чтобы по-настоящему сделать рывок, надо пойти навстречу смерти. Надо двинуться в ее сторону. Надо не убегать от нее. Если ты от нее не убегаешь, а как идешь в это перерождение, то, что в культурах, практиках всего мира называется практиками инициации, инициации на новом уровне, это практически всегда умирание старого, для того, чтобы родилось много. В русских сказках, ну, елки-палки, пока тебя не разрубили, и там не мертвой водой, не ограбили, ну, это я тоже так, скорее, более точно, это описать, пока ты не дошел до леса, дикой чешога, которая олицетворяет подвесторонний мир. И не пошел внутрь нее, ты не фотоистный нос, и ты не смог никому ничем помочь. Оказывается, я, кстати, обнаружил, что Шевчин последнюю свою работу написал именно так, структуралистскую произведение о русской сказке. Ну, русскую сказку о русской сказке. Поэтому смерть тоже ресурс, особенно, когда ты двигаешься к ней, не значит, не боишься, а вот это вот как у Квинда wants to live forever once must be there. Так что forever тоже возможно. Вот вопрос устойчивости, как нам вспрыгнуть и вывернуться обратно. У нас на курсе есть два раза по две недели, в которой мы будем исследовать тему диссонанса. Диссонанс – это тема, это как бы такое слово, которое завуалировано обозначает то, о чем сейчас Владимир говорил. То есть мы, по сути, будем вносить диссонанс в систему. А что это означает? Что мы найдем для системы метафору смерти и покажем. Если ты не будешь развиваться, то произойдет что-то вот такое. То есть как вот в нашем внутреннем сленге бросить гранату. то есть и не всегда ее нужно бросать, не всегда иногда их нужно две, а не всегда это бывает мягко, не всегда это бывает как бы это сказать разрушительно, иногда это просто все люди ждут наконец, что когда эта граната взорвется, когда же наконец этот диссонанс произойдет. но иногда человеческие системы, которые прозябают в своем благостном, равнодушном, лежат на печи, вот замечательной метафорой вначале, иногда в этой печи хорошо бы что-то случилось, чтобы наконец система с нее спрыгнула. И способность увидеть потребность в этом для человеческой организации и провести такую интервенцию, и иметь внутреннее право иметь такую интервенцию, это та история, которую мы назвали в итоге мастерством человека, который способен пройти вместе с системой по изменению. Я бы дополнил здесь с того позволения еще видео опрос от Ольги, он с нами еще Добринский. Ольга с нами. Смотрите, Оль, мне кажется, мы сейчас приближаемся к такому моменту, когда мы можем говорить о том, что культура способствует стремлению к развитию или менее способствует, что он не одномерен. Не то, что этот вектор в одну сторону, он больше или меньше. Я вот все время пытаюсь провокационно удерживать еще одно направление, что способность к развитию культуры может быть как вот это эволюционное дохрубка, движение и освоение каждой новой струны, а может быть культура кидания гранат. То есть в нашей культуре вообще принято если что не так, то быстро гранату кинули. Кажется жуткое дело, но если ты хорошо научился кидать гранаты в терминологии, которую Анатолий сейчас предложил, ну или если вы играете на этих струнной гитаре, вы ее просто разбиваете, да, в сцену разбиваете, то вам вдруг неожиданно может быть доступно так много сразу, если вы научились и не испугались. Если позволить хаосу убить то, что способно умереть, потому что если то, что не способно или не может, или оно достаточно сильно, чтобы не умереть, на этом можно выстроить что-то новое. Оно выкрывается именно вот это, да. и культура может быть более естественная с точки зрения спиральной динамики или более такая прыжковая, что ли, такая вот подпрыгивающая и обратно возвращающаяся. И здесь вот Оль, ваш вопрос о том, насколько эта культура помогает организациям того или другого типа быть такими или сякими, он очень интересный, он очень интересный, но зависит не только от культуры национальной городской культуры места будет зависеть и от культуры, например, естественно, с большой вероятностью тех групп и тех людей, которые создали предприятия или сейчас себя руководят. Или культуры, например, местного университета, который кует кадры для соответствующего предприятия. Или какая-то отраслевая культура, я могу сказать, например, энергетики, они на кого не похожи, у них своя система вот этих движения, удержания, гранат и спокойной игры на гитаре. У каждого свое, и вопрос в том, что вам важно решить какую-либо задачку. Я бы здесь про задачку все-таки успел удержать, пока наше время есть, только вопрос Сергея Иванова, который спрашивает, есть ли какие-нибудь техники, которые позволяют понять, где находишься, а во-вторых, как расти. Вот в нашем случае не обязательно не только расти, а может быть и делать прыжки какие-то. Ну и, конечно, для того, чтобы изменяться, нужно, наверное, увидеть, чем лучше там впереди. Сильная тема, но я бы предложил удерживать другой способ, когда ты идешь именно в центр опасности, в центр Лизка, не зная, что там. Но именно потому, что именно здесь ильской опасности идешь. Что скажешь? Опять же, и пометую вопрос Сергея, и глядя на часы, и понимая, что осталось буквально несколько минут, и того, что смерть нашей встречи близка, вот нашим веждунами, а ему осталось совсем немного, хочется буквально поддаться той энергии, которая приходит с ощущением того, что осталось совсем немного в репне, и сказать о том, что мой такой, один из самых, может быть, очень простых, но совершенно искренних ответов на вопрос, что такое эволюционная тяга, это то самое чувство, которое мы зовем с собой. То есть я эволюционная тяга, Владимир Данкин эволюционная тяга, Ольга Добрынских эволюционная тяга. Вы, если присмотреться к тому, что я вижу внутри себя, что лежит за именем, за опытом, за памятью, за всеми моими характеристиками, градостями, победами, поражениями, вот это ощущение присутствия, это и есть та самая эволюционная тяга, которая ведет нас за горизонт и не позволяет нам долго скучать, и создает корабли, и мы плывем, как древние греки, куда-то, и как Шакшин мы пишем сказку о сказке. А чтобы понять, где ты находишься, то есть это вообще очень хорошая тема сначала увидеть в себе, признать собой эволюционную тягу, увидеть, что сам факт того, что я есть, это олицетворенная эволюция, я олицетворяю по сути собой все эти миллиарды лет пропы поражений у Вселенной создать еще что-нибудь, как это было в каждой первой самости, которая когда бы то ни был здесь присутствовала. Это, кстати, есть видосики на Ютубе, лиса, понимаете, лиса идет, смотрит в камеру, то есть стоит какая-то штука странная, она никогда ее не видела, и лиса пытается, ей страшно, но она вот почему-то ей очень хочется в эту камеру заглянуть, это что-то в ней ее толкает, буквально она говорит, смерть, здесь может быть, меня прямо сейчас поймают, но я очень хочу посмотреть, что в этой камере, нам очень хочется посмотреть, что за этим вебинаром, что за спиральной динамикой, что за бизнесом, что за деньгами, что за любовью, что за пределами смерти, нам очень хочется это увидеть. Если эту эволюционную сутевую какую-то свою очень природу поймать, как ту лису за хвост, то получается, что, знаете, мне кажется, именно из этого состояния ответ на вопрос, куда расти дальше, он не столько тривиален, он просто он вот туда, то есть вот именно в этот бизнес, именно в эти отношения, именно, не знаю, в это творчество, потому что как только я замыкаюсь на этом своем предельном, сутевом, очень простом каком-то ответе на вопрос, кто я, тогда вот эта история в полной мере раскрывается. Еще недавно был очень интересный вариант ответа на этот вопрос, спросить, как я пойму, что я на этот вопрос получил ответ. то есть как я пойму, что я получил правильный ответ на вопрос, на каком я уровне, и что мне в этом может понравиться, то есть если для меня ответом на этот вопрос будет что-то, что такое, ну, то есть очень внешнее, то есть это про вещи, про дела, про деньги, про статусы, про силу, про власть, про результаты моего труда, про дом, про горы, про что-то такое внешнее, то очень вероятно, что речь идет о таких теплых цветах, то есть это либо оранжевый, либо желтый. А если я смотрю вглубь, если ответом на этот вопрос будет какое-то мое состояние, что я что-то начну чувствовать, понимать, плакать или смеяться, любить, творить, заботиться, тогда это что-то про синий, зеленый, бирюзовый или что-то в этой связи. Мне кажется, это такой фокус внимания либо внутри, либо снаружи. Чуть-чуть дополню тебя. Мне кажется, что полный ответ на вопрос о том, как сделать, как найти инструменты, он в курсе. И вы теперь в курсе, что он в курсе. Поэтому есть возможность нам всегда с вами встретиться непосредственно на площадках, которые открываются. Площадка 16 ноября. Обратите внимание, пожалуйста. Обратите внимание, друзья. Впервые за многие годы я словно бы, знаете, и аналогов этой истории я не встречал по всему миру. То есть в принципе именно такого взгляда на эволюционное развитие людей и организаций мы еще никогда не делали. и масштаб, который получился из нашего курса с приходом туда Владимира Данкина и Дарьи Дмитриевой из корпоративной антропологии получился именно цивилизационным. Это не означает, что мы будем говорить много о философии. Это означает, что мы будем говорить о том, каким образом живая совершенно ценностная какая-то энергия раскрывается и в коммерческих организациях, и в городах, и в странах, и в самых разных способах людей объединяться и делать что-то вместе. И эта тема меня очень вдохновляет, и я чрезвычайно рад, что скоро 16 ноября мы уже стартуем. Удержу вот эту линию о том, что возможно самым сильной тягой, или по крайней мере самой сильной опорой для того, чтобы толкнуться и двигаться, является ощущение самого себя. Насколько ты правдив в том, что ты делаешь. И это не концепция, это очень инструментальная вещь, она очень понятна. Когда ты что-то делаешь, каждую на самом деле принимаешь решение, буддисты отказываешь одну шестидесятую секунды, но мы может быть чуть реже, больше виднительности. Но каждый раз, когда мы принимаем какие-то решения, мы либо принимаем их от себя и остаемся сами собой, или же мы принимаем их как будто мы кто-то другой. Это очень хорошо видно и четко чувствуется. Отсюда мы можем двигаться и развиваться в сторону понимания где развитие и как всегда ли оно выглядит как линия, как спираль или может быть как глубина и так далее. И вот последняя мысль, которая мне очень нравится у Толи, о том, что никто не отменял интересы любопытства. Курьесити сказали бы англичане, Кураж сказали бы мы все лет за французами. Никто не отменял вот этого ощущения, а вот мы возьмем да посмотрим, подкуем это золотой и блохой или нет. И вот это любопытство и интерес. Я не единожды слышал, что в наше сложное такое переломное эпохальное время кризисное девальвируется все. Что такое рубль, что такое доллар, что такое золотой унция, уже люди перестают понимать, сколько это стоит, куда его девать, где вообще взять и куда можно отдать. Что остается ценным? Многие вещи разваливаются, которые оказались независимыми. Человеческий интерес, человеческое любопытство может оказаться как минимум на некоторое время для нас с вами самый главный, самый дорогой валюта. Будем себе это поддерживать, в том числе и общаясь друг с другом в учебном курсе или в таких наших встречах. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир. Спасибо большое, друзья. удовлетворяйте свое любопытство, потому что вы из него сделаны. Находите в себе возможность реализовывать эволюционную тягу сначала в себе, потому что у нас первая часть личность мастера, а потом в людях в своем деле. 16 ноября увидимся. До свидания. Всех благ вам.